Здравствуйте, я Вера Сморякова и в этом уроке мы с вами на хостинге Спрингхоз зарегистрируем свой аккаунт. После того как вы пройдете по ссылочке, вы попадете вот на такую страничку, с которой можно зарегистрировать свой аккаунт, а можно нажать на вкладку хостинг и с этой страничкой заказать свой хостинг. Мы будем заказывать тариф «Восток», которого на первое время будет достаточно. Здесь три сайта можно создать на аккаунте. Цена за месяц 110 рублей, цена за год 1176 рублей. Как видим, при оплате за год цена существенно будет меньше. Нажимаем «Заказать». Здесь пишем свой имейл. Можно, конечно, войти через ВКонтакте или Фейсбук, но лучше, если вы впишите свой имейл адрес. Если хотите зарегистрировать аккаунт на организацию, нажимаем вот сюда. Если ИП, то вот сюда. У нас есть промокод партнера. Мы нажимаем на промокод партнера. Здесь вставляем 8829 и нажимаем «Получить аккаунт». Вышло окошко. На ваш почтовый ящик отправлено письмо с инструкцией. Прочтите это письмо и пройдите процедуру активации. И здесь указан тот почтовый ящик, который вы указывали при регистрации. Переходим в наш почтовый ящик. Письмо уже пришло. От Springhost код активации аккаунта мы нажимаем. Здравствуйте. Спасибо за ваш заказ. Вы выбрали тариф «Восток-1». Активируйте ваш аккаунт по ссылке. После активации мы вышли вам все данные, необходимые для начала работы. Проходим по ссылочке. Открывается следующее окно, где нам пишут, что выполняется активация аккаунта. После активации аккаунта вышло следующее окно. Аккаунт успешно активирован. Информация об аккаунте отправлена на почту. Перед началом работы в личном кабинете, пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией, с чего начать. Вы можете нажать на эту ссылочку и ознакомиться с инструкцией. Но если вы новичок, то эта инструкция ничего не даст. Поэтому мы сейчас идем на свою почту, видим письмо от Спрингхоста «Ваш аккаунт создан». Заходим в это письмо и читаем. «Ваш аккаунт создан и готов к работе». Здесь также вы можете пройти и прочесть инструкции. Дальше мы видим данные для входа в панель управления. Это ссылочка. Логин какой-то, пароль такой-то. Стоимость выбранных услуг 1176 рублей. Оплатить услуги можно по этой ссылке. Платить мы пока не будем, а заходим в панель управления. Нажимаем на ссылку. Копируем логин. Здесь вставляем. Копируем пароль. Также вставляем. И нажимаем «Войти». Мы попали в панель управления. Здесь также вы можете прочитать всю информацию. Для выхода из тестового периода «Внесите оплату 110 рублей». Данные владельца не подтверждены. Загрузить копию паспорта. Для чего это нужно? Можете нажать на слово «Зачем» и прочесть информацию, для чего нужно загрузить копию паспорта. Сейчас вернемся на свою почту. Я советую это письмо вам сохранить, выделить, скопировать, ставить в текстовый документ и сохранить в то место, где вам удобно. А сейчас я вам покажу, как загрузить копию паспорта. Нажимаем «Загрузить копию паспорта». Здесь заполняем все поля и нажимаем «Сохранить». Аккаунт такой-то оформлен на частное лицо. Для изменения приведенных ниже данных обращайтесь в службу поддержки. Здесь у нас данные уже все прописаны. Нажимаем «Загрузить копию паспорта». Кликните здесь для выбора или перетяните сюда файлы. Я открываю свои копии паспорта, выделяю те, которые мне нужно и перетаскиваю в это поле. Нажимаю «Отправить». Файлы были успешно загружены. Результаты проверки вы увидите в разделе «Информация о владельце аккаунта» после ее завершения. Подождем, когда будут проверены наши данные и продолжим нашу дальнейшую работу. А на сегодня у меня все. С вами была Вера Сморякова. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok